Девушки отдыхают Спасибо за приглашение Спасибо, что приехала ты, твоя команда У нас квартира не совсем даже однокомнатная Это евро-двушка Популярный сейчас формат в новостройках Здесь живем я, мой муж и два кота Брюс и Виллис Это долгожданная наша квартира Потому что мы с мужем сначала жили на съемных, как и многие в Москве И сейчас можем представить наше детище, наверное Потому что мы не нанимали дизайнера Это наша квартира с нашими какими-то лайфхаками Мы заехали сюда с таким трепетным чувством Здесь были голые белые стены Высокие потолки 3 метра Сама по себе квартира небольшая Она 36 квадратов Но, мне кажется, мы уместили здесь все, что нужно для жизни Сейчас будем показывать Пойдем смотреть Кухня, да? Обожаю смотреть кухни И, знаешь, мне привлек внимание сразу фартук черный Из чего? Ну, это какой-то камень Это икея Какой-то дорогой камень То есть бюджет кухни весь где-то в районе 250 тысяч Но из них 60 или 70 тысяч Это этот камень Ну, то есть он вышел достаточно дорого Это единое полотно Которое, как мне кажется, создает глубину Создает какое-то ощущение приятное Не плоской кухни, а более объемной Ну да, там внутри такая ниша получается И на черном фоне все твои гаджеты для готовки Баночки, все оно такое заиграло Еще и подсветочка правильная сделана Она может вот так уменьшиться или увеличиться Суперфункциональная кухня Что здесь из интересненького? Когда мы проектировали кухню Мы не подумали о том, что нам нужна посудомойка Точнее, мы думали, что она нам не будет нужна Но по факту оказалось, что это не так И у меня муж придумал такой лайфхак Он принимал активное участие в обустройстве Вот здесь шкафы были Он их снял И мы просто поставили туда обычную посудомойку То есть она не встроенная, но здесь вот, пожалуйста, все есть Какая фирма? Фирма Bosch Очень мы ей довольны Она небольшая, это 45 сантиметров Очень-очень круто Здесь, кстати, очень удобно еще храняться Ну, то есть такая ниша глубокая Образовалась Очень удобно хранить вот всякие баночки-скляночки Ну, для, опять же, посудомойки средства Мне кажется, это суперудобно Потом я всем рекомендую, когда выбираете кухню Обращать внимание на глубокие шкафы Вот такие Потому что это суперудобное хранение вертикальное Различных крупных вещей Сковородок, даже подносов, да, крышек Ну и, в общем, всего крупного Это действительно очень важно Потому что очень часто в кухнях Ну, просто непонятно, да, куда сложить Какую-то бытовую технику, пароварку Там, не знаю, соковыжималку Здесь мы планировали сделать тоже шкаф навесной И так до этого вот над холодильником Руки и не дошли И здесь, я тоже предполагаю, вот над духовкой А, вот я хотела спросить Как раз должна была быть встроенная микроволновка Но мы этого не сделали И как-то потом руки не дошли Что подтверждает, что если вы что-то не делаете сразу Иногда это, ну, просто до этого руки не доходят Имейте это в виду Надо сказать, что вы же кухню поставили сразу И фактически это единственное, на что вас хватило денег Вот скажи, вы там экономили, да? Ну, поскольку мы молодая семья Мы квартиру покупали сами Это наше первое совместное жилье Нам было важно действительно вписаться в бюджеты И важно было сразу заехать в съемные квартиры В нашу квартиру И поэтому важно было кухню сделать сразу Нам буквально за пару дней ее собрали Мы заехали А дальше начали думать А что же дальше? Собственно, здесь практически ничего не было Но я могу сказать следующее Что даже если вы заезжаете Там в съемную квартиру Либо в свою пустую квартиру Самое важное Это создать здесь уют Да, то есть обратить внимание На какой-то текстиль На пледики На подушки На свечки Вот это понятие щуки Да, согласна Счастье по-датски Оно сделает свое дело Если повесить какие-то огонечки У меня муж любит тоже развешивать Такие гирлянды И будет уютно И хорошо И постепенно можно что-то достраивать Мы шли по этому пути Отлично Вопрос такой Я в телеграм-канале Разместила фотки твоей квартиры И спросила у людей Задавайте вопрос И вот один из самых главных Был про то, где же стол Вопрос этот уходит корнями Изначально 4 года назад Когда у нас здесь был действительно большой стол 4 стула Но потом мы с мужем поняли Что мы здесь живем вдвоем И чаще всего мы проводим время Не сидя за столом А сидя на диване И гости, конечно, приходят Но, как говорится Вы квартиру делаете все-таки для себя Прежде всего, а не для гостей Мы пришли к выводу Что нам не нужен большой стол И Костя, мой муж, предложил Сделать столик журнальный Поскольку у нас задача была Как-то по бюджету Это с минимальными потерями сделать Костя взял ножки Для этого журнального столика Сам, ну, купил И взял остаток столешницы От нашей кухни И у нас был квадратный столик С деревянной столешницей Очень долго Мы с ним года 3, наверное, прожили Тут, наверное, стоит отметить Еще такой момент Что я обладаю сильно Такой утрированной грацией И все время бьюсь Об все углы То есть это вот просто Со мной всегда И в конечном счете Мы пришли к выводу Что мне нужна Обтекаемая форма стола Мне кажется, кто-то с этим Тоже сталкивается Кто не хочет синяки На коленках, на бедрах Покупайте себе овальные столы И радуйтесь жизни Мне кажется, это круто Они у вас еще такие Подходящие по форме Можно один под другой поставить? Да, да Можно один под другой Класс Но поскольку здесь сидим Обычно мы вдвоем То есть Костя сидит вот здесь Мой муж И ему по высоте он подходит У меня столик пониже Потому что я люблю Есть с подносиком На коленочках И вытягиваю ножки вперед То есть Идеально сошлось Все, что вот Кто любит У меня на канале Довольно редко Выходит видео с домами Редко, но метко И смотрятся они хорошо Поэтому я хочу вам Посоветовать Канал Александра Дубовенко Это канал О строительстве Загородных домов В котором можно найти Ответы на все вопросы От А до Я Моя любимая рубрика Свой дом без ошибок Где реальные люди Рассказывают реальные истории О строительстве И жизни в своем доме Еще на канале Goodwood Очень много полезного Какие строительные материалы Использовать при строительстве Ремонта и отделке дома Что сейчас С ценами на строительные материалы А также новости В сфере малоэтажного домостроения О том, какие основные ошибки Совершаются при выборе участка Строительной компании И строительстве самого дома И еще много всего А вишенка на торте Это интервью С архитекторами Бизнесменами И строителями Все, как мы любим Реальные люди Реальные истории Реальные проблемы Оставляю ссылку На канал Goodwood Внизу Под этим видео В описании Переходите и смотрите Очень актуально Для тех, кто строит дом Или собирается это сделать Ссылка под видео Забавно Что у вас напротив дивана Не телевизор А аквариум Знаешь, ну так ожидаемо Вот диван Вот еда И как бы картинка Какая-то впереди А на самом деле нет Это правильно Ты подметила Аквариум Это заслуга Моего супруга Аквариум перемещался В разные места Нашей квартиры По итогу Встал очень четко Напротив дивана Прекрасная альтернатива Телевизору, я считаю И всем нравится Всем гостям Мне кажется Классное решение Лайфхак Юль Классика жанра Вопрос про диван Откуда И ковер Знаешь, как будто бы они в паре Да, это тандем Мне кажется Хороший Сложился И кружка И постеры У нас еще здесь висят Тоже поддерживающие Всю эту картину Диван Из диванру Я им Очень довольна Он в скандинавском стиле Он очень Такой Достаточно объемный И тут ортопедическое основание То есть на нем Очень приятно Спать Это очень важно Для родителей Которые приезжают Да, то есть Ну если вы любите Своих гостей Своих родных Мне кажется Надо позаботиться О том, чтобы им было Спать комфортно Даже в гостях Согласна Но Есть один Очень важный факт Что глубина дивана Может вам не подойти А мы садились И выбирали Мягким местом Вашингтон Нашу мебель И вот эта глубина Оказалась Идеальная Для меня И для мужа моего Кости Потому что он выше ростом И, например Очень популярный диван Динс Он по глубине Более короткий И получается Что людям Которые высокого роста Там выше метр восьмидесяти Ну им просто неудобно Коленки у них свисают Ну то есть Не расслабиться Ковер из магазина Который уже не с нами Но можно в принципе Купить онлайн Много сервиса Подобрать по цвету Здесь, как видите Мы как раз старались По цвету Сделать такую гармонию Хочется пару слов сказать Про эту картину Это наша с мужем Картина Исхов Она, в общем-то Ну, относительно недорогая То есть там в районе Семи с половиной тысячи Она стоила Ну, относительно того Что мы получили То есть если крупным планом Здесь мы посмотрим Здесь вместо Листиков Часы Очень разные Да, с римскими С арабскими цифрами С глазурью такой И мне кажется Вот такие вещи Они тоже создают Какую-то атмосферу Создают настроение квартиры И мне нравится Что они настраивают На какой-то философский лад Несут какую-то концепцию Мне вот это тоже очень нравится В общем-то задача маленькой квартиры Компактной Это сделать максимально ее удобной Да, и различные зоны Совместить в одном месте Собственно, это кухня Гостиная И рабочее место Три в одном Здесь классный серый стол В тон, опять же, да Комнате Рабочий стул Кресло Тоже очень удобный Мне кажется, на этом не нужно скупиться Потому что если вы будете работать дома Все-таки важно, чтобы это было удобно И это было приятно Да, да Это хорошее положение В себя, в спину, в свою В комфорт В осанку Здоровье Да И здесь тоже украшение Этого рабочего места Чтобы было приятно Это постеры Тоже в таком скандинавском стиле Рисует рязанская художница Мне они очень нравятся Она рисует акварелью Ну и, соответственно, можно подобрать постеры У меня целая галерея Классный Да, супер Ну, здорово то, что постеры Текстиль Это то, что можно менять Да, то есть это тоже создает настроение А вот смотри, Юль Однушка же это всегда Ну даже, пускай большая однушка Но это всегда вопрос мест хранения И вот я вижу, что позади тебя есть шкаф Но все равно Сезонный декор Одежда сезонная Просто разные вещи бытовые Где это все хранится? Хватает ли тебе места? Здесь позади меня Это скорее стеллаж То есть это не прям супер место хранения По сути здесь хранятся документы Декор Ну, корзинки, да Где опять же что-то Но это больше декоративная функция У нас есть большой шкаф в спальне Мы его посмотрим Посмотрим У нас есть антресоль в прихожей И у нас есть хранение на балконе Пойдем заглянем туда Тут у нас коты еще встречают нас Стеллаж от Leroy Merlin Недорогой он там в районе 3000 стоит Из пластика Потому что здесь нет застекления То есть тут холодно зимой Поэтому, ну, такой дешевый, но прочный материал Здесь, кстати, еще вот этот вывод от кондиционера у нас Который мы вот так и замаскировали текстилем Вообще все очень нравится И то, что там все так аккуратно И по цветам тоже И шторки, все прямо уместно Класс! Спасибо большое! Это, кстати, тоже, наверное, можно назвать лайфхаком Функциональным и недорогим Текстиль, да? То есть кто-то здесь делает достаточно дорогие встроенные шкафы Это все очень красиво Не очень бюджетно Здесь тоже, кстати, у нас Поскольку солнечная сторона Есть вот такие шторки Вот, то есть это то ли лень, то ли что-то вот такое Какой-то натуральный материал, не синтетика И тоже очень здорово Это пропускает свет с одной стороны А с другой стороны очень спасает Да, потому что жарится летом Ну, натуральный материал всегда гораздо выигрышнее Смотрится тоже, берите на заметку Да, да, мне очень нравится Здесь у нас стоит стульчик Который когда-то был моим рабочим местом Сейчас он является любимым местом Виллиса Он здесь любит спать, отдыхать Здесь ниже стоит его когтеточка То есть сюда они приходят Это их такой уголочек, лаунж-зоны Уголок Брюса и Виллиса У них есть свой большой уголок Это скорее даже уголок Виллиса То есть это чистывает его тема А Брюс больше любит большой кота-дом Кстати, тоже могу сказать про текстиль Который внизу у нас дорожка Просто, мне кажется, тоже классный лайфхак Это магазин Фамилия Где там с большими скидками Можно купить классные вещи Тоже натуральный материал Прикольный коврик, очень недорого Принято Пойдем дальше К слову, хмурой погоде Да, мы находимся в Москве Это город Котельники Ну и, собственно, погода нас обычно не радует И нам показалось с мужем Классная идея Оставить здесь белые стены Которые были от застройщика И сделать, ну, такое, как в Сканди Интерьер Это не было изначально запланировано То есть не было задачи Что мы будем жить в скандинавском стиле Просто здесь уже были белые стены И мы подумали, что классно Сейчас мы поставим какую-то мебель В скандинавском стиле Накидаем пледиков И, в принципе, плюс-минус Мы попадаем Да, попадаем в это направление Здесь у нас полочки Которые придумал мой муж Тоже я ими, на самом деле, очень горжусь Потому что он у меня очень творческий человек Множество красивых деталек Обычно я их подбираю Я их меняю Тоже к слову о хранении У меня есть несколько больших Ну, на балконе Да, мы их видели И еще несколько контейнеров С разным декором Потому что декор Ну, надо тоже где-то хранить Я его люблю менять Здесь тоже вот картинки Такие в скандинавском стиле Открытки Их тоже артсканди Художница рисует И бутылки Здесь тоже хочу отметить Вот эту бутылочку Макраме плел мой муж Вау Ну да, тут города Мне кажется, классно смотрится Здесь, ну, наши, опять же, фотографии Цветы у нас везде искусственные Ну, кроме одного, наверное, замиакулькса Которым попадают все время от Брюса Потому что, опять же, коты Им нельзя цветы есть И здесь тоже такой вот котик живет Да Может быть, кому-то покажется это милым Привет, друзья! Я открыла новый шортс-канал Его очень удобно смотреть с телефона В вертикальном формате Это короткие видео До минуты С самыми классными советами Которые вы можете встретить У меня на основном канале Все в одном месте Разбито по каталогам И удобно для восприятия Подписывайтесь, не пропускайте Юль, про прихожую вопрос Опять же, из телеграм-канала И интересный, на самом деле, он Оставили тоже белые стены в прихожей Несмотря на то, что, ну, все-таки На улице довольно грязно Девять месяцев в году Да Все правильно Мы вообще их везде оставили Белыми У нас всегда хранится белая краска Которой в случае необходимости Мы что-то подкрашиваем А вообще, это стены С обоями под покраску Их можно красить Семь раз, насколько я знаю Мы их красили за четыре года Только один раз Масштабно, скажем так По всей квартире Нет грязи какой-то Ну, большой, сильной Обычно это, опять же, какие-то Мелкие пятнышки Их легко замазать И вообще это не проблема Абсолютно Мне кажется, наоборот Это объединяет белый цвет Это, кстати, интересная тема Прихожая Почему? Прихожая достаточно маленькая И хотелось сделать, опять же Ее функционально удобной Здесь нет встроенного шкафа Хотя ниша под него Мы здесь придумали с мужем Элементарные две полочки деревянные На которые мы ставим Ну, как видно, да Сумки, рюкзаки Какую-то обувь Такую более массивную Здесь у нас разместилась Вся наша такая демисезонная И зимняя одежда Для двоих это очень хватает Вот здесь у нас также Ну, такой скуп Где все шарфики, перчатки В общем, все здесь хранится Мне кажется, классно, удобно И, ну, если нужно Крючочки, прийти, что-то повесить Тоже классно Юль, мне кажется, секрет твоего шкафа Почему не обязательно нужна дверь? Потому что у тебя там такой порядок И все так организовано С точки зрения хранения Что, в принципе, можно дверями И это не прятать Здесь, кстати, тоже вот Могу поподробнее показать Есть зеркало Которое вот так вот отодвигается И это очень удобно Очень классно Потому что вот ты собираешься Далее, твоя задача Обуться Вот ты садишься на обувницу Обувница с возможностью на нее сесть Это супер Я прям очень довольна Мы разные обувницы покупали Все в итоге перепродавали И вот это меня полностью устраивает Вот ты сел Вот ты достал, не знаю, кроссовки Здесь же удобно Можно взять ложку Тут же ты обулся Тут же повесил Встал Посмотрел на себя И довольный пошел Здесь, кстати, еще антресоль Которую сделал тоже мой муж Костя Сам сделал То есть мы ее собрали из того, что было По сути И там хранятся какие-то чемоданы Елочные украшения В общем, что-то такое То, что редко нужно Окей Стены, которые здесь Тоже очень хотелось задекорировать Как-то интересно и приятно И тоже на Азоне Я заказала вот такую ключницу Home Тоже в сереньком цвете Здесь подковка Все очень миленько Можно повесить ключи Все, с полочкой, поняла Да, она с полочкой Здесь у нас диффузер стоит Диффузер, кстати, с запахом травы И если посмотреть выше То здесь идет имитация Собственно, этой самой травы То есть цветочек Шкатулка для всяких документов Карты и так далее И еще один постер Я его на Вайлберрис заказала Тоже зеленушка и парфюмерия То есть, мне кажется Достаточно функционально получилось Вот это пространство Маленькое Микро Перед выходом все, что нужно Пойдем теперь смотреть санузел Санузел у нас небольшой Санузел малышка, я бы сказала Он совместный Мы поняли, что нам некуда ставить стиральную Мы решили ее поставить под раковину То есть, здесь такое местечко образовалось Как раз для нее Поэтому мы убрали раковину от застройщика Поставили вот эту И поставили в стиральную машину Отлично И да, несмотря на то, что она чуть-чуть выпирает Ну и ничего страшного И то, что черный барабан Он сочетается с черным вот этим ободком унитаза Черный душ мы так и не поставили Но хотя бы какие-то элементы Мне кажется, оно тоже собирается И вот снова, говоря о вот этой системе хранения Хочется сказать, что если вы не хотите делать закрытые шкафчики То делайте их такие, как у Юли Открытые, но симпатичные Все продумано, все по коробочкам И вот так оно прекрасно выглядит Спасибо большое, очень приятно Такой маленький стеллажик Со стеклом, кстати говоря Но оно минимально пачкается И очень легко чистится Выдерживает всю бытовую химию То есть, у нас здесь в корзинке Сложено все, что нужно На нижнем этаже, на нижней полочке Разместился лоток Тоже лайфхак для тех, кто не знает, куда его деть Его можно поставить прямо в стеллаж Это прямо задаваемый вопрос Куда ставить лоток, когда есть животные Класс! Тоже, у кого есть животные Я вам рекомендую оставлять одну полочку Вот эту для животных Потому что они любят очень держать То есть, мы одну корзинку купили для бытовой химии А вторую корзинку для животных Да, они здесь спят И мне тоже нравится, как наверху можно расставить декор И полотенечки красиво разложить Никуда не надо ни в какие шкафы лезть Все рядышком, мне кажется, тоже это удобно Немножечко так, как будто чуть-чуть отельного что-то И нравится мне, что у тебя горят везде свечки Ну, то есть, когда ты готовилась Ты прям заранее подошла такая Так, вот здесь делаю, чтобы вкусно пахло Вот здесь, чтобы в огонечек было Все очень делает эту атмосферу Я к тому, чтобы люди обращали внимание Брали на заметку и пользовались Это очень классные приемы Так, ну что, Юль, осталась спальня, да Пойдем посмотрим Да, пойдем Спальня, как видно В таком же выдержанном стиле Тут тоже белые стены Светлая мебель Тем не менее, здесь есть такие цветовые акценты Синий цвет Мне кажется, он достаточно спокойный Для спальни очень хорошо Опять же, картины Потому что мы это дело любим Они здесь висят достаточно давно Но, тем не менее, могу дать совет Что, если вы картины повесили в одно место Не думайте, что оно вот навсегда То есть, пробуйте вешать в разные места И, возможно, вы найдете какое-то другое еще лучше А не пробовали вы кровать поставить как-то по-другому? Потому что, в принципе, пространства комнаты Хватило бы для того, чтобы оставить проход кровати с двух сторон где-нибудь Мы тоже планировали так сделать И даже стояла здесь кровать Но все случилось иначе Потому что я не всегда корректно просчитываю размеры мебели Да, да, это мой косяк Но мне нравится, как в итоге получилось То есть, как вышло Мы заказывали шкаф Ну, как мы Я и интернет-магазин участвовали в этом мероприятии Заказывала я его на хофф, зеркальный шкаф Померила его Потом я померила стену Ну, то есть, предполагалось, что он будет вот здесь Все прям тютелька в тютельку влезло Я заказала Его привезли, а потом выяснилось, что, ну, как бы свет Тоже здесь надо было учитывать И, ну, как бы пролезать рукой под шкаф Ну, как бы не очень, да? То есть, была бы огромная щель между шкафом и стеной То есть, я вот по своей неопытности, ну, как-то не просчитала выключатель Просто померила стену Ну, бывает Кстати, в таких ситуациях розетку можно вывести на боковую стенку шкафа Я такое видела в одном из рум-туров Да Так что, если вдруг у кого-то там нерешаемая в этом случае ситуация То вот можно брать на заметку Ну, кстати, да, прикольно Мы об этом не знали Поэтому начали думать, что делать Переставили шкаф, где он сейчас стоит И здесь у нас поместилась кровать И здесь мы приходим ко второй истории А кровать стояла до этого другая С какой мы приехали Такой бюджетный вариант И я, в общем-то, почему-то была уверена, что она 180 на 200 И у меня сомнений не было Я заказываю кровать Ее изготавливают Привозят Собирают Я оказываюсь снова в ситуации Да Да что ж такое, думаю, ну, как же так По итогу оказалось, что, ну, как бы У нас была кровать просто 160 Но я была не лучшего мнения Скажем так Оказалось, что, ну, в общем-то, не критично То есть, да, здесь есть небольшое расстояние Ну и ладно Попробовать Если вы никогда не спали на кровати Метр восемьдесят на двести Я уж не знаю, какой восторг испытывают люди на двести на двести Это очень круто Учитывая, что я сплю Муж спит Два кота То есть, нам важно, ну, чувствовать простор И никого в процессе не убить В процессе сна Это очень здорово Можно Брюс показать Он тут демонстрирует В общем-то, нашу кровать Мнет плед Юль, мы посмотрели все красивое Но, например, я не увидела, где утюг В шкафу Что касается, в принципе, хранения И какого-то хозблока, я не знаю Назовем его так Здесь очень хитрый уголочек Вот он Отлично Здесь у нас хранится гладильная доска Очень здорово Ее незаметно Здесь есть как раз место, чтобы ее разложить Да, то есть, это удобно Друг утюг Вот он здесь тоже Внизу стеллажа Тоже в самом, скажем так, неприметном месте Куда никто не заглядывает Вот, и он рядышком, да, с гладильной доской Что тоже классно Стеллаж, кстати, тоже здесь несет Ну, такую и декоративную функцию Да, здесь у нас книги разложены Свечки Тоже, кстати, вот такое отношение к открыткам Их можно вставлять в рамки То есть, открытки это не только получил И там, выкинул, убрал То есть, можно их использовать как элемент декора Это тоже очень мило Вот здесь тоже вот меня муж подарил открытку Ну, это про жизнь, да Я ее бережно храню Вот так Ну, поскольку вопрос о хранении был Квартира небольшая То, в общем-то, вот ответ Да, это достаточно большой бюджетный шкаф В котором есть, как мне кажется, абсолютно все Но он не встроенный То есть, это не что-то такое Но для старта вообще супер То есть, здесь помещается вся моя одежда Вся одежда супруга Сверху, опять же, пледы, чемоданы Опять же, здесь у нас достаточно удобно, мне кажется Разместилась вся одежда, ну, такая, которая То, что нужно складывать Да, складывать И сверху внесезонная одежда Она, ну, тоже в таких скубах Супер Ничего не пылится, мне кажется, здорово Надо отметить, что у тебя еще есть большой комод Который тоже очень вместительный Вот я человек, который переехал за год пять раз И понимаю, что комод это вообще-то очень полезная вещь Для любой квартиры Оля, а это не комод, это два комода Тем более Да, я их заказывала вместе с вот этим шкафом И думала, что это прикроватные тумбочки Возвращаемся к истории о том, что я не всегда читаю размер Но я уже научилась практически с этим как-то исправляться То есть, я думала, что это небольшие прикроватные тумбочки И когда их собрали, я, в общем-то, тоже немножко удивилась Но потом думаю, ну, ладно, как бы собрали и собрали Ну, вот, получилось тоже достаточно удобно И, кстати, здесь есть фишка Мое открытие какое-то Ничего такого, но для меня это открытие Здесь вот такая стена непростая Она идет не прямо И, соответственно, не совсем понятно, что здесь ставить И вот как раз этот стеллаж узкий Он, ну, получается, создает с комодом Вот такую общую прямую линию И, ну, визуально это гораздо приятнее глазу Да, чем постоянные вот эти углы Вот этот сломанный угол, да, ты его спрятала просто другой шириной полочек Круто Да, да, мне кажется, это прям здорово получилось И потом у нас переходит плавно вот этот комод в большой котодом Котам нужно свое пространство Это как, знаете, детям нужна своя комната, котам нужно свое пространство И у них вот такой большой их уголочек Тоже он здесь как-то плавно вот вписался И, мне кажется, получилось здорово Юль, спасибо тебе огромное за этот рассказ Много, знаешь, таких практичных именно решений Для тех, кто вот еще не до конца обжился Спасибо Очень рада поделиться Может быть, у тебя есть какой-то еще совет для зрителей Который обычно мои герои дают в конце видео Совет у меня отталкивается прежде всего от того Что хочется тебе, что хочется тому человеку, кто будет с тобой жить Потому что на этапе проектирования и обстановки квартиры много советов дают Много Родные, близкие, все из лучших побуждений Но не всегда они действительно подходят тем, кто будет здесь жить То есть нужно понимать, что нравится лично тебе И вот от этого отталкиваться Спасибо большое Это основной Рада, спасибо, что пришли Итак, друзья, ставим лайк этому видео Пишем комментарии, задаем вопросы И, конечно же, если вы хотите смотреть, как живут другие То подписывайтесь на канал И увидимся в новых выпусках До скорых встреч Пока-пока Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok